Я Антон Бурдасов, вызываю на словесную дуэль Юсу Пустинина. Антон, я Юсу Пустинин, вызов принял. Дуэль финна и россиянина. Нападающий нельтехимика Юсу Пустинин и форвард Салавата Юлаева Антон Бурдасов играют под 71 номером. Оба работали с диетологами и у обоих футбольное прошлое. Оба были чемпионами, правда только Бурдасов хоккейным. Антон выиграл молодежный чемпионат мира и кубок Гагарина. Оба работали самым экспрессивным тренером лиги Андреем Назаровым. И оба участвовали в матче звезд, который проходил в Казани. С самого начала сезона Бурдасов и Пустини лучшие снайперы своих клубов Салавата Юлаева и Нефтехимика. Два года назад у меня были сложности в игре. Я получал много травм, чувствовал, что не показываю свою лучшую игру. Я хотел понять причину и изменить три момента. Стать лучше физически, психологически и наладить питание. Я обратился к диетологу и врач мне помогла. Оказалось, что я мало ем, не добираю питательных веществ. В итоге стал питаться чаще, добавил в рацион полезных продуктов. И у меня стало появляться больше энергии. Я стал быстрее восстанавливаться. Разговаривал с многими ребятами и пришел к воду, что это необходимо. Но диетологом так таковым не работал. Так где-то везде советы какие-то еще что-то. Вот этим летом, да, буду работать. В отличие от Юса, Антону надо было не набрать вес, а сбросить. И за прошлый год он похудел на 8 килограмм. Но сложнее всего им удалось отказаться от любимых продуктов. Ну это, наверное, мармелад, кока-кола. И только кока-колу нет-нет пью, потому что нереально от меня отказаться. Вот и так. В принципе, все тоже ем, просто аккуратно. В финской лиге главную роль играет тактика команд. В последние два года там хоккей очень оборонительный. В КХЛ мы играем проще, с форчекингом и более агрессивно. Я наслаждаюсь хоккеем в КХЛ. Тут можно больше себя проявить. Можно кого-то ударить, например. Тренер дает нашему финскому звену много свободы. И использует наши сильные стороны. Свобода, мне кажется, всем нужна. Но только в определенный момент в своей зоне, в средней зоне, должна быть все равно строго играть, считаю. В той зоне кому-то можно импровизировать, кому-то нет. Это уже тренер забирает. Когда я был подростком, мне очень нравился один игрок. Не уверен, знаете ли вы такого. Его зовут Илья Ковальчук. Он играл под семнадцатым номером, но восхищался Ковальчуком и тоже хотел быть семнадцатым. Но в моей команде в Финляндии этот номер был выведен из обращения. Так я стал семьдесят первым. Семнадцатым номером у меня был с детства любимый. Были любимые игроки, у которых у меня плакаты висели, еще что-то, карточки какие-то. И когда пришел с белых медведей в трактор, нам сказали, что нельзя семнадцатым номер выбрать. Только после пятидесяти можно. И все, ну и пришлось взять семьдесят первых. Ну, за мной вперед, ну и все. Стереотипы о финнах? Думаю, что мы совершенно обычные люди. Любим поболтать, пошутить. Не думаю, что мы пьющая нация. По крайней мере, не больше остальных народов. Мы любим играть в хоккей и наслаждаемся жизнью. Ну, не злые, наверное, но настоящие мужики, да, но не злые. Все такие же добрые люди, но просто мужского больше. Все воспитывались там во дворах, тяжело же раньше было. Вот, поэтому так вот, наверное. История такая. Мои друзья предложили присоединиться к сборной по футболу в грязи и сыграть на чемпионате мира. Он проходит на севере Финляндии, где много болот. Впервые мы поехали на турнир еще в 2004, а в 2010 мы его выиграли, стали чемпионами мира. После этого я остановился. Надоело быть постоянно в грязи и тине. Еще там холодно и полно комаров. Но, да, я чемпион мира по футболу в болоте. Вообще, финны лидируют по количеству глупых видов спорта. Есть еще чемпионат мира по переноске своих жен. Я играл просто в футбол и реально был заявлен на чемпионат города за команду. Вот, я играл пять лет в футбол. Параллельно с хоккеем, лет, может быть, в 13. Но это было в основном летом, когда не было тренировок, и я просто поддерживал форму и играл в футбол. Хорошо получалось. Футбол не такой там перспективный в Челябинске. Скорее всего так для физической кондиции. Спорт. В жизни я работал со многими тренерами и у каждого чему-то научился. Когда только приехал, Андрей Назаров мне очень помог. Мы три финских новичка КХЛ, и он в нас поверил. Мы получали много игрового времени. И я ему благодарен за доверие. Ну, и кнутый пряник, он необходим, я считаю, что когда ты все выполняешь, тренер должен быть добрым. Если ты где-то что-то не то делаешь, то он должен наказывать за это. То есть и все должны в команде быть равны. То есть не должно быть у него любимчиков никаких. Все под одной. Но если ставится большая задача, все должны выполнять. Что тренер скажет? А не так, как кому-то можно что-то делать, а кому-то нельзя. Кому-то за это ничего не будет, а кого-то наказывают. Так не должно быть. У каждого тренера свой способ мотивировать игроков. Кто-то страстный и эмоциональный, а вот в Финляндии сейчас предпочитают другой стиле работы. Тренеры больше наблюдают, спокойно стоят, ничего не высказывают игрокам, кладнокровно на все реагируют. Они ищут другие способы мотивирования хоккеистов. Что касается меня, то мне 30 лет. Я способен сам себя мотивировать. Брасывание уже выиграли. Расположились финны, естественно, на площадке. Пустинин на пятак. Гол. Красиво. Вот вам и Пустинин. Забивает. Поиграет шайбу в третьем периоде. Неплохо. Гол. 2-1. Ничего себе, Бурдасов. Что ты творишь? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин